Вячеслав Иванович, я вчера был в Демской школе номер 101, разговаривал с директором Иштуганом Раисовичем, как он заинтересован в сотрудничестве с Башинкомом. Я так понимаю, что вы ему это предложили. Я понимаю директор школы, да, когда средства ограничены, так здорово находить инвестора, который готов помочь, там, теплицы поставить, разбить участки, помочь с семенами и совсем, даже консультировать. Это же так важно. И дети во всем этом будут принимать участие. Директор школы, я понимаю, а у вас какой интерес? Почему вот вы первыми идете к детям в школы? Ну, интерес какой? Человек должен украшать мир. Вот вокруг себя должен украшать. Ну, кажется, куда он дотянется, должен украшать. А я посмотрел, мы, значит, выкупили там рядом старинное здание. Ну, как старинное? Старое. Это было хлебопекарня, 30-х годов прошлого века, там рухлая, крыша пропавлена. Я видел корпуса эти. Во-первых, ну, это стыдно, что дети будут ходить, или плохо мне, например, дети будут ходить мимо разрушенного, полуразрушенного здания. Раз. Второе. У них прямо рядом с нами, у них двор есть школьный, теплица. Я на нее обратил внимание, она такая, полусломанная. Вот. Я думал, почему бы там, чтобы детишки не выращивали. И это не чисто даже благотворительность, это просто для удовольствия, для души делаешь. И более того, даже, может, даже и корыстный интерес какой-то. Вот я-то нашел идею. Да. Идея, это правда с идеей. Вот мы, у нас около, там, больше 300, а на самом деле 500 препаратов разных, причем экологит-чистых, но которые недоработаны еще. В том плане, что некоторые недоработаны, что надо их испытать на разных культурах. Здесь на каких-то цветочках, там, петуни, например. А здесь на морковке, здесь на редиске, здесь еще на что-то. И одновременно они проводят опыты, и мы, и дети учатся, учатся в научной работе, учатся в практической работе. Как вырастить там помидору. Вот, в этом же великолепно, воспитательное. Глаза у них хорошие будут. Ты будешь ходить не мимо хулиганов, и будешь бояться все время, а будешь ходить, нормальные дети, открытые. Ну, как вот наше поколение, мы же все играли, бегали, обязательно работали. Вы на них тоже вкалывали. Да, еще сколько. Меня вообще сопрягали, если на час выскочишь, это с воплями, ура, свобода. А с вами работать так и должно быть. Вот с этих позиций. А вот я так понял, что это Ольга Назарова рассказывала, что это не первая школа, с которой вы сотрудничаете, что есть чуть ли не с десяток таких школ. Это правда? Да, мы вот в Кушнаренково школу тоже, вот они и опыты проводили. Более того, вырастили для нас там, по-моему, морковь, не капуста, свеклу. Для кого для нас? У нас есть такой проект «Жизненьки». Да, я знаю. То есть овощи, которые экологически чистые, которые на биопрепаратах. Вот которые на биопрепаратах, они более вкусные, более полезные. И мы попросили, давайте выращивайте, мы вас купим. Так это здорово. Они выросли из большого удовольствия. Мы их купили. И вот наши сотрудники, даже еще вокруг, человек, наверное, в 600 потребляет, всю зиму потребляют эти продукты. В этом году мы еще дальше пошли. Мы объявили конкурс, и хотят с нами работать чуть-то около 99, что ли, больше 90 школ. Как успешно. Ну вот, мы расписали там программу и так далее. Они будут выращивать. Люди готовы. Детских не хватает, вот таких, как мы, чтобы доводить до... Люди-то, они-то готовы. Они с радостью это воспринимают. С большим интересом и даже с благодарностью. А вы где вы столько специалистов возьмете, чтобы успеть изделать все эти школы? Ну, во-первых, в каждой школе есть учитель биологии. Да. Надо, чтобы он тоже в это дело входил. Другие, там есть зам директора по АХЧ. Почему не позаниматься? Да. Почему физику англичанке или англичане не позаниматься? Тоже поучаствовать. У нас вот наш рекламный отдел, он выращивает там где-то около 500-ок. В этом году мы их уменьшили в участок. Но все равно они проводят опыт, они сами руками это видят. Это все не так просто, но все-таки... Это просто на самом деле. Просто надо навык иметь. А навык надо создавать. Так вот, я о чем думаю-то? Какая хитрая, думаю, цель Вячеслав Иванович? Может, я не прав? Ведь это же главное воспитание, воспитание людей. Мы же ратуем за здоровый образ жизни. Конечно. А это же надо с детства воспитывать. И показывать, каким образом получать здоровую пищу. А не есть, что попало в супермаркет. Да, здоровая пища одна. Потом, я вот не вру совершенно. Да вот, что бы мы ни делали, да? Ну, типа, помогаем школе там. Вот мы помогаем интенсивно в психиатрической больнице. У них 50 гектаров земли. У них сад большой разбили. Там оранжереем сделали. У них есть все теплое помещение там. Подзимние посевы сделали. Вот сейчас вот 300 кустов им наши супер помидоры, рассады дали. Теплицы им поставили. Они хотят расширяться. Более того, даже у них есть там так называемая судебка. Где там люди совершившие преступления, их охраняют. Да, да, да. И прямо внутри там двор небольшой. Правда, плохо, что небольшой. Поставили теплицу, чтобы люди работали. А то, представляете, годами они ничего не делают. Там просто здоровый человек с ума сойдет. Я там побывал, там большие участки. Там есть где развернуться. Нет, это общая территория. А вот судебка небольшая. Ну, надо расширять. Я к чему хочу сказать. Вот что бы мы ни делали, казалось бы, ну так вот, благотворительность. Она всегда возвращается. Кто им какую-то идею приносит. Кто им там технологию. Кто-то просто, как реклама там пусть будет. Пусть будет имидж. У меня появился... Все идет. Потом друзья же появляются. Это же друзья же. Это да, это правильно. Это же прекрасно. У меня вот даже термин появился. А это бизнес-воспитание. Это здорово, когда производственники, да, предприниматели идут вот в образование. Нет, ну, конечно. Ну, у меня вот как формула есть. Я даже книженщик написал. Там, Люен. Любовь единственная разность. Ну, вначале вот этот книжек написал. Любовь единственная разность. Но потом я понял, это недостаточно. Еще соревновательность и конкуренция должна быть. СК написал. Люен плюс СК. Люен плюс СК. То есть нужна и соревновательность, если люди будут сопли жевать, как говорится, и все добренькие, им все приносить, там, вот я кушаю это, не то. Надо еще соревновательность и конкуренцию создавать. Ну, это уметь надо, думать. Я сформулировал, но вот так, чтобы по-хорошему не сумел. Пусть кто-то другой сделал, дополнительный. Это все прекрасно. Да. А я тоже думаю о том, что, конечно, хорошо идеи рождать, генерировать их, всегда пропагандировать, но ведь действия важнее. Вот делаешь небольшой шаг, а этот шаг является примером для многих детям, например, может быть, на всю жизнь это запомнить, и из них прекрасные люди получатся. Но вот этот шаг сделать тоже непросто, честно признаться. Ну, в смысле, мне-то просто, но вначале было непросто. И вот человек, который никогда этим не занимался, не делал, ему очень первый шаг тяжело делать, ну, просто тяжело. Хотя он сделал, как раз все просто. То есть надо решать проблемы. Вот есть проблемы, ну, решай. Мне нравится себе там, что не так воспитывают. Потихонечку входи в это дело, не ломай. О, да, они плохие, они там такие, сякие. Ну, кажется, человек ограничивает. Поэтому надо больше и больше людей, у которых есть идеи, мысли. Надо встраиваться. И люди меняются. Вот мы когда в психиатрической больнице начали работать, они нас подозрительно смотрят. Потом ко мне подошел один, там, видимо, подослали и говорят. А что вы здесь хотите получить? Какую там корость? Да. И какой, говорю, просто... А почему никакую? Есть выгода прямая. Если мы меняем общество, это же прекрасно, блин, да еще в лучшую сторону. Прямая выгода, видишь, в том, что для моей души, для души. Конечно. Для моей души, для ребят, которые наши помогают, у них просто вздох облегчение. Вот они помогают. Вот как. Или эти больные люди, понимаете, там, больше тысячи человек больных, тысячи сотрудников. А тут раз заходят в теплицу, даже больные, которые выздоравливают, они помогают, там, идет, там, помидоры, там, да еще полузеленые. Ну, такой довольный, он там и работал, он взорвал ее. Это радость. Спасибо, Вячеслав Иванович, за вашу работу. И вы блестящий пример для всех нас. Ну, потому что хочется вам подражать. Нет, ну, причем, ну, все бы так работали. Ну, все, ну, просто надо делать, делать шаги. Вы это делаете как-то еще заразительно. Не знаю. Спасибо. Естественным образом. Спасибо. Спасибо.